Одним из самых обсуждаемых документов, принятых Думой накануне, стал законопроект, который обязывает регистрировать все беспилотные летательные аппараты весом более четверти килограмма. Норма будет распространяться и на игрушечные коптеры. По подобному пути сейчас идут многие страны. В Соединенных Штатах создание реестра сейчас в самом разгаре. О своих беспилотниках владельцы должны заявить до середины февраля. Зачем? Разбиралась Жанна Галакова. Это не только полезный во многих ситуациях аппарат и занятная игрушка, но и потенциально опасная вещь. Только в Америке за последние два года было зарегистрировано около тысячи серьезных инцидентов. В травмопунктах и станциях скорой помощи говорят, что в США дроны падают людям на головы каждый день. Чаще всего потому, что управлять ими как следует не научились. Эксперты считают, что дрон может быть страшнее пистолета. Он не только индейку поджарит. С его помощью можно заглянуть за самый высокий забор и выяснить, где находится охранник, а где ценные вещи. И для любителей подглядывать под спорье. В Калифорнии недавно поймали мужчину, который следил за хозяйками особняков, любящих загорать обнаженными. Неопознанные летающие объекты вторгались даже на супер охраняемую территорию Белого дома. Но теперь неопознанных не будет. В Америке решили посчитать каждый дрон. В течение ближайших двух месяцев владельцы всех беспилотников весом от 250 граммов до 25 кило обязаны зарегистрироваться. В противном случае их ждет штраф в несколько десятков тысяч долларов и даже уголовное наказание до трех лет тюрьмы. Соединенные Штаты стали первой страной, обязавшей граждан регистрировать свои беспилотники, как регистрируют автомобиль или оружие. К несчастью, нужно, чтобы произошла какая-нибудь трагедия, чтобы люди действительно осознали, насколько это может быть опасно. Коммерсанты нововведению не обрадовались. Они рассчитывали поставить рекорд и продать за пару предпраздничных недель не меньше 700 тысяч дронов всех размеров и мастей. В этом году это самый модный рождественский подарок. Но покупатели теперь призадумаются. В семье Мирелис уже был один беспилотник. Он улетел и не вернулся. Новый купить и хочется, и колется. Трешновато, что кто-то там будет знать, где твоя игрушка находится и что делает. Владельцы дронов должны нести ответственность за то, что происходит с их беспилотником. Сейчас многие люди просто идут в магазин, покупают эти так называемые игрушки и начинают их запускать без всякой необходимости, подвергая других людей риску. Пространство для беспилотного маневра сужается повсеместно. В Канаде, например, дроном запретили подниматься выше, чем на 90 метров и приближаться к людям, животным и любым постройкам, ближе, чем на 150 метров. Остаются исключительно полеты на пленэре. Вывести дроны на чистую воду намерены и в Евросоюзе. Там уже обсуждают соответствующий законопроект. А в Японии демонстрируют, как будут бороться с нарушителями, помимо штрафов и тюрьмы. Дроны-полицейские будут отлавливать летающих хулиганов, как мух. Жанна Агалакова, Борис Леонов, Первый канал, США.